Депутат ОПЗЖ партии Шария из-за майбутни блокировали работу областного совета. Первой сессии этого созыва не суждено было начаться утром 4 декабря, как это запланировали заранее. Вопрос раздора избрания председателя облсовета. Основные претенденты на пост представитель ОПЗЖ Вадим Шкаровский и слуга народа Григорий Диденко. Напомню, что кандидат от оппозиционной платформы «За жизнь» в прошлом созыве был первым заместителем председателя собрания. По нашим источникам, голоса Зашкаровского, кроме сателлитов ОПЗЖ из партии Шария, могли бы добавить депутаты из фракции «За майбутни», но девяти избранникам этой полицилы облтер избирком отказал в регистрации, а также одному шарийцу поздно подали заявление только накануне сессии вечером. В связи с этим новоиспеченные депутаты от ОПЗЖ, партии Шария и «За майбутни» прибегли к радикальным действиям. Возмущенные депутаты из других полицил говорят, что Одесский областной совет должен немедленно начать работу над бюджетом. Население региона зависит от решений этого органа власти. От областного совета зависит очень много предприятий, зависит очень много жителей Одесской области, которые называются бюджетами. Если Одесский областной совет в ближайшее время не приступит к работе над бюджетом, то врачи, учителя, те, которые получают зарплату из областного совета, из бюджета области, могут без него остаться. После многочисленных споров депутатам предложили зайти в кабинет губернатора области, где в это время находился представитель обл.кер-избиркома. Конструктиву поход не привел. В зале раздавались крики гоньба, а депутаты чуть не устроили к драку. Спустя пять часов с начала сессионного заседания депутатов политической партии «За Майбутни» все же зарегистрировали Но какой ценой? Пришлось выбить дверь в большом зале. На время в зале появились полицейские, но увиденное людей в форме не впечатлило. Ситуация с мертвой точки так и не сдвинулась.